Всем привет ребята! Добро пожаловать на канал Счастливый Кролик! И сегодня я расскажу, как получить мифический меч Истинная Тройная Катана. Но прежде чем мы начнем, не забудь подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Спасибо тебе большое за твои комментарии. Настоящую тройную катану мы можем получить во втором море. Для этого нам надо сделать цепочку определенных действий. Скажу сразу, что вам понадобится вагон терпения и немножко времени, а может и не немножко. Все зависит от вашей удачи. Квест заключается в том, что вы должны найти торговца легендарными мечами и купить у него три меча. Сади, Шисуи и Ванда. После того, как вы получите эти три меча, из них-то вы и сможете сделать истинную тройную катану. Эти три меча можно искать и самому, но чтобы быстрее их найти, в этом вам поможет менеджер, который находится в кафе во втором море. Но здесь уже маленькая проблемка. Менеджер с нами будет разговаривать только после выполнения квеста у Бартила. А квест у Бартила, как мы знаем, мы можем выполнить только если у нас уровень 850 и выше. Если ты ничего не знаешь о квестах Бартила, то посмотри мое видео про расу В2. Там я подробно рассказываю, как выполнить квест у Бартила и получить уважение острова. Так что пока ты не достиг 850 уровня, просто пробегай по местам, где появляется торговец легендарных мечей. И если ты его нашел, то купи меч. Выполнив квест у Бартила, вам конечно будет проще найти продавца мечей. Ведь поговоря с менеджером, вы сразу поймете, стоит ли вам искать продавца мечей. Или еще надо чуть-чуть подождать. Потому что дилер появляется на сервере только через определенный интервал времени, который можно проверить, поговорив с менеджером. Время появления дилера может достигать до 5 часов. Теперь-то вы понимаете, почему нам лучше поговорить с менеджером. Конечно, в идеале было бы прыгнуть сразу на сервер, подбежать к менеджеру, спросить у него, где наш дилер. И если его надо ждать долго, то прыгать на другой сервер и так далее. Пока вы его не найдете. Но, к сожалению, менеджер очень даже хитрый жук. И он вам скажет приблизительное появление дилера только после 10 минут нахождения на сервере. То есть быстро прыгать в поисках дилера между серверами не получится. Также, прежде чем начать искать продавца легендарных мечей, тебе нужно иметь хотя бы 2 миллиона Белли. Если у тебя их нет, то и смысла его искать нет. Потому что ты не купишь меч. Ведь каждый меч стоит 2 миллиона Белли. А в сумме, чтобы сделать истинную тройную Катану, тебе понадобится 8 миллионов Белли. По 2 миллиона Белли за меч и еще 2 миллиона, чтобы их соединить и сделать тройную Катану. Очень даже серьезные деньги. Так что задумайся, прежде чем начать квесты на тройную Катану. Точно ли тебе нужен этот мифический меч? Ведь в третьем море ты найдешь намного круче мечи и дешевле. Ну а если ты, как и я, поклонник Ранано Зоро, то лучше сделай этот меч. Пускай будет в коллекции. Ведь все равно Белли сделали, чтобы их тратить. Давайте же рассмотрим диалоги, с которыми вы можете столкнуться у менеджера. Первое сообщение, которое вы можете получить, это тебе рано еще здесь быть. Значит вы на сервере находитесь меньше чем 10 минут. Следующее сообщение, некоторые пираты сказали, что видели его на соседнем острове. Это значит, что дилер может появиться на этом сервере аж через целых 3 часа. Поэтому лучше сразу меняйте сервер и идите на другой. Следующее сообщение, один человек утверждал, что видел его корабль поблизости. Это значит, что появление дилера может занять до полутора часа. Ну а если вы увидели сообщение, что я думаю он должен скоро приехать и все об этом говорят. Это значит, что дилер вот-вот появится на острове. Старайтесь как можно чаще после этого сообщения разговаривать с менеджером. В течение 10-20 минут дилер будет здесь. И вот заветное сообщение, которое мы все ждем от менеджера. Эй, я только что его увидел и он сказал, что пробудет здесь 15 минут. Удачи! Это значит, что у вас есть 15 минут, чтобы найти продавца мечей. Если вы не уложились в это время, он пропадет. Но если вы получили сообщение, что он ушел давно, то так же прыгайте сразу с сервера. Значит в ближайшие часы он точно тут не появится. Также надо знать, что продавец не продает игроку все три меча сразу. Он продает их по отдельности. Каждый из которых появляется с шансом в 33,3%. Это означает, что дилер может продавать дубликат меча, который уже был у игрока. То есть покупка всех трех мечей зависит от вашей удачи. Вы можете находить дилера и он всегда вам будет предлагать один и тот же меч. Конечно надеюсь, что с вами такого не произойдет и у вас получится быстро собрать все три меча. Как только вы купите меч, дилер исчезает и появляется на сервере через 3, а то и 5 часов. Давайте теперь рассмотрим все места, где появляется продавец легендарных мечей. Всего во втором море 7 мест, где он может появиться. Вы можете его встретить в Королевстве Роз за лужайкой между Фабрикой и Джереми. Также его можно найти посередине туннеля, который проходит под Королевством Роз. Он будет стоять на маленьком островке посреди туннеля. Также вы сможете встретить продавца мечей в Колизее, а именно на одной из его арок. Он появляется вот в этом месте. В зеленой зоне или саду он появляется за скалой возле босса Фахита. Также в этой локации он появляется на высоком листе, прикрепленном к самому высокому бобовому стеблю в зеленой зоне. К сожалению, я ни разу его здесь не видел и не знаю точного листа, где он появляется. Но посмотрите вот на этих листиках и вы его точно найдете. Также он появляется на центральной вершине в локации кладбище. На скале чуть выше сундука. И только что вы были свидетелями, как прошло 15 минут и продавец мечей просто убежал у меня из-под носа. Ну и последнее место, где вы можете найти продавца легендарных мечей, это на острове Усопа в центральном доме. Чтобы объединить мечи, каждый меч должен иметь 300 уровень мастерства. Так что как только вы выбили свой первый меч, сразу же начинайте прокачивать мастерство. Выбили второй, опять прокачиваем мастерство до 300 и так далее. Когда вы прокачаете все три меча до 300 мастерства, вам надо отправиться в сад или зеленую зону. Подняться наверх по самому большому стеблю и найти там таинственного человека. Если у вас есть все три меча и каждый из них прокачан до 300 мастерства, то поговорив с таинственным человеком и заплатив ему 2 миллиона бели, вы получите настоящую тройную катану. Поздравляю, ты стал обладателем мифического меча. При объединении мечей и получении тройной катаны, другие три меча не пропадают. Вы также сможете использовать их в бою по отдельности. Не забываем улучшать наши любимые мечи, чтобы с ними мы становились еще сильнее. Улучшить свой меч во втором мире можно у кузнеца, который находится на пристани. Если тебе понравилось это видео и было полезным, обязательно ставь лайк и подписывайся на канал. Ну и также нажми на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. С вами был счастливый кролик, до новых встреч. Всем добра, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok